Здравствуйте! Я знаю, что некоторые хозяева не заморачиваются на возрастных параметрах своих курочек и держат курицу до тех пор, пока она самостоятельно не закончит свой жизненный путь где-нибудь в углу курятника. Я в такие сантименты не впадаю и стараюсь, когда курочка плодотворно отработала пару сезонов, быстренько отправить ее на кухню, пока она совсем не застарела. Раньше, чтобы не кормить кур более трех лет, я их держал в трех сараях. В одном сарае куры позапрошлого года, во втором прошлого, а в третьем у меня были молотки. Однако растить кур в трех курятниках довольно хлопотно, да и не всегда есть такая возможность у людей. Поэтому для контроля возраста кур я уже около 10 лет курочек просто кольцую. Делается это действительно очень просто, потому что не прибегаю к специальным фирменным кольцам с личным там номером, журналом учета и тому подобное. Поскольку мне важен лишь год выводы, а породные данные я и так вижу на любой курочке, для кольцевания использую дешевенькие цветные пластиковые хомуты, которые продаются в любом хозяйственном или строительном магазине. Вот такие. Так они выглядят, эти хомутики. Хомутики эти многоразового использования. Вот они, вот это уже был в деле. На курочку, на ножку одевается. Лишнее мы отрезали и при необходимости это колечко можно снять. Фишка здесь в том, что молодок, выведенных обычно с марта по июль, допустим, вот в этом году, да, в 4-5 месячном возрасте, перед объединением со взрослой птицей, я кольцую, вот в этом году я кольцевал строго желтыми хомутами, строго одного цвета. На следующий год, для нового поколения, буду использовать хомутики уже другого цвета. Благо, выбор цветов, как правило, всегда есть в магазинах. И стоят они, как я уже сказал, очень-очень дорого. На третий год, если по хомутикам вижу, что остались какие-то куры с позапрошлого года, беру опять другой, еще не использованный уже третий цвет хомутиков, по которым легко, я в любое время, подняв курочку, посмотрев, какой цвет хомутик, я определяю без проблем ее возраст. При сегодняшних ценах на корма курицу держать более двух сезонов для производства яйца я не вижу смысла. На третий год из яйценоских кур продуктивными остается в лучшем случае всего одна четверть из того, что было, скажем, в первый сезон. Так что получается, что к третьему году 70 процентов кур становятся, в общем-то, не плодоносными, не яйценоскими. Кстати, на роль мудрого учителя ни в коем случае не претендую, лишь делюсь своим многолетними наблюдениями с теми, кому это интересно. Кур я начинаю выбраковывать с осени, когда они уже вынеслись два сезона. В первую очередь на выбраковку отправляю кур на начавших интенсивно сбрасывать перрон, потому что они уж точно в это время не несутся. И еще, если вы новичок, ну, знаете какой новичок, прошу там не путать с другим новичком, а продавец на рынке страстно убеждает, что именно его порода кур будет радовать вас свежими яйцами 5-6, а то есть 7 лет, то как минимум принимать эти утверждения за чистую монету не стоит. С возрастным контролем за курами и продолжительностью яйценоскости будто бы мы с вами разобрались, но как быть с неокольцованными курами? Кто-то перед выбраковкой определяет возраст неокольцованной курицы, скажем, по лапам или по внешнему виду самой курочки. Когда-то я так делал, но нередко именно этот способ давал у меня отсечку. И при потрошении я понимал, что курочка-то находилась в самом рассвете яйценоскости и могла бы еще какое-то время радовать нас своими яйцами. Чтобы не зарубить ни сушку и даже с окольцованной курочкой не допустить ошибку, я теперь предпочитаю перестраховываться. А именно, кандидатуру на обеденный стол заранее отсаживаю в отдельный закутовчик. Если за, скажем, дня за три яйца от нее нет, пусть четыре дня, то это означает, что судьба этой курицы, в общем-то, решена. И она пойдет, догадывайтесь куда. И еще, я подметил, что до полутора-двух летнего возраста у кур не бывает возрастной линьки. Это когда они осенью бегают полуголые, наверное, видели, да? Но здесь нельзя путать, когда в любое время года у какой-то из курочек лысеет спина. Там другие причины. Либо у нее активно ее беспокоит пухопероед, либо она по каким-то причинам стала любимой, что называется, курочкой у какого-нибудь молодого петушка, и он просто с нее не слазит. Так что тут надо разбираться. Полностью меняют перо мои куры лишь на третьем году жизни, глубокой осенью. И уже я отмечал, что именно с этого момента я их начинаю выбраковывать, рубить, даже бесконтрольной отсадки. Потому что знаю, начавшая полностью сбрасывать перо курицы в данный момент, точно не несется. Хотя теоретически она еще может занестись, но не раньше, чем через 2-3 месяца. После начала этой самой возрастной линьки. И тут возникает вопрос, а есть ли смысл ждать эти 2-3 месяца, то ли она занесется, то ли она не занесется. Здесь 50 на 50. Опять же, практика показывает. Все-таки возраст, линька. И не каждая курица после этой линьки начинает вновь нестись. Итак, подводим итог сегодняшнего нашего разговора. За возрастом кур легче следить с помощью кольцевания. Самый простой и дешевый способ вы теперь знаете. Выбраковку кур начинаем на третьем году жизни. Перед выбраковкой не забываем удостовериться с помощью изоляции курочки от общего поголовья, что она не несется. Или рубим курицу в начале линьки. Вот, в общем-то, и все. Чтобы самостоятельно познать именно вот эти тонкости, о которых мы сегодня поговорили, мне понадобилось несколько лет. А вот начинающие птицеводы узнали их сегодня за несколько минут. Ну и прекрасно. О, что значит силы интернета. Если тема для вас оказалась полезной, приглашаю заглянуть ко мне на канал в раздел видео. Там есть ролики о самых коварных болезнях кур и их лечении. Да и другие темы, подчеркнутые из моего 20-летнего опыта домашнего птицеводца, могут вас заинтересовать. Особая признательность вам за подписку на канал и лайки. Значит, не зря было потрачено время мое на подготовку ролика и ваше на его просмотр. И его уже смогут увидеть еще большее количество людей. Спасибо. Всего вам доброго. Увидимся. Продолжение следует...